Добро пожаловать на наше прекрасное мероприятие, которое называется у нас «В кадре в интернете». Меня зовут Гайдар Магдануров, я руковожу направлением виртехнологий в Microsoft. Дима. Меня зовут Дмитрий Честов, я главный редактор журнала «Интернет-цифра». И сегодня на протяжении ближайших где-то полутора-двух часов мы будем вас развлекать разными глупостями, наверное. Для начала, как вообще появилась идея этого мероприятия? Мы проводили в прошлом году мероприятие, посвященное цивилизованному рынку в интернете, и пытались понять, какие основные проблемы сейчас есть на интернет-рынке. И практически каждый напоминал о том, что основная проблема – это кадры. Ну, кадры – проблема везде, но мы решили отдельно посвятить мероприятие именно проблеме поиска кадров в интернете. И для того, чтобы у нас это мероприятие получилось интересно, пригласили разных совершенно людей, и те, кто занимается поиском кадров, и те, кому нужны эти кадры, и те, кто хотят куда-то устроиться работать. И мы устроим такое небольшое интерактивное общение между всеми этими людьми, и посмотрим, к чему мы в результате придем. Кроме того, мы провели исследование, которое позволит нам показать, что думает большинство в их студии студентов о текущем состоянии дел на рынке кадров в интернете. Да, но раз мы говорим о кадрах, наверное, первое, с чего стоит начать, с чего, собственно, начинаются все кадры – это собеседование. И я бы хотел позвать к нам сюда первых гостей. Это Алексей Персианов, компания «ДВ» и Виталий Кузнецов. А вот и их звездный час. Сейчас вам повесят… Да, Виталий. А вот присаживайтесь на высокие стулья, чтобы, так сказать, быть в центре нашего внимания. И мы зададим вам несколько вопросов, которые мы задавали в результате своего исследования, посмотрим на то, как вы на них ответите, и заодно попросим, возможно, вас чуть-чуть пообщаться между собой, так как вы проводили бы собеседование непосредственно, нанимая человека, и как человек, нанимаясь к вам в веб-студию, проходил бы этот собеседный человек, бы вы испугался, я смотрю, у него же. Дремор? А, кстати, хороший вопрос, боится ли собеседование? Кто здесь, к кому пришел бы собеседовать? Мы на какую, наконец, собеседуем-то? А вот мы же сейчас узнаем, это нам предстоит выяснить. На любую. Кинем кубик, узнаем. А включили микрофон на свой присутствующий? На сцене, скажите, что-нибудь проверим. Раз, раз, раз. Да, все вроде работает, да. Собственно, да, у меня первый вопрос, он называется не в глаз, а в бровь, а сразу к Виталию. Виталий, а готовы ли молодые специалисты, приходя в веб-студии, работать за серую зарплату и получать ее в конверте? Да. А почему вот нет какой-то там, не знаю, заботы о будущем, о пенсии не думаешь? Нет. Ну, я как бы сам не работаю за серую, вот, но работал, как бы, это реалия нашего рынка. То есть молодой специалист, приходя в веб-студию, ему главное получить зарплату, какая она будет в конверте, не в конверте, с корешком распечатанном. Главное, чтобы она побольше была пожирнее и все остальное, это не важно. И поменьше делиться от нее, да? Алексей, а студии, когда нанимают на работу, они, как здесь, какая у них позиция в основном? Ну, мы довольно большая компания, поэтому у нас, наверное, ситуация другая, чем у большей части рынка. У нас зарплаты белые, а если говорить про рынок в целом, то мне кажется, что учитывая региональную всю историю, большой хвост маленьких компаний, там не может быть, в принципе, речи о белой зарплате. Хорошо, Виталий, а приходилось вообще, как часто бывать на собеседовании? Один раз. Один раз. И как это было? Это было тяжело? Стресс? Я уже не помню, это было давно достаточно. Но... Какие самые яркие моменты? Что запомнилось? Ну, меня спрашивали то, что я не знаю. А ты не готовился? Ну, как я готовился, но я не знаю. Я к другому, да, готовился. Я на двери не ошибся, то есть, реально пришел куда-то, на ту вакансию, в которую хотел попасть. Да. Ну, я тогда не знал ничего, я был это молодой зимой. Иногда приходят люди на собеседование и говорят, ну, я-то вообще на работу устраиваться не собираюсь, просто вот неинтересно было прийти и посмотреть. Пообщаться не с кем. Ну, может быть, это какое-то любопытство, там, о компании что-то узнать, а может быть, человеку делать нечего. Или бывает, что люди приходят, ну, рассматривая очень абстрактные перспективы. Ну, то есть, например, у них все так хорошо на текущем месте, ну, даже вообще просто по рынку. Настолько хорошо, что, в общем, лучше, наверное, не бывает, к примеру. А они приходят и, ну, ждут, наверное, какого-то такого оффера, тоже которого на сайте нет. Я пришел послушать вас. И даже, в общем-то, не то, что его ждут, даже не спрашивают, а просто так вот, ну, поприсутствовать. Такое бывает. Новый тренд. Пенсионеры звонят скорую помощь, а молодые специалисты ходят по собеседованию. Не с ним поговорить. Надо открыть, наверное, прямую горячую линию. А душевные разговоры по душам к хантеру можно... Ну, правда, чаще. Чаще и тогда даже и не приходят. То есть, я думаю, что вот рекрутинговые агентства с этим должны быть хорошо знакомы. Я думаю, что треть где-то людей, с которыми назначено собеседование, они не являются и, как бы, ну, по студии, там, нормальная история, когда, ну, где-то потерялся. А, ну, ладно. Тоже интересно. А бывает вот, Алексей, так, что приходит, скажем, человек на собеседование, и вот, ну, с ним невозможно общаться. То есть, он, не знаю, может быть, волнуется, вообще ничего не говорит. Хотя при этом какое-то ощущение, что он специалист там хороший, судя по резюме. Не, ну, бывает, конечно. То есть, у всех даже адекватные люди у них там, может быть, они там как-то плохо доехали, или у них там что-то сегодня произошло. Может быть, не второе собеседование, а на первом их обидели, например. Ну, или еще что-нибудь. Бывает, что человек приходит какой-то скованный и говорить, ну, еще не готов, скажем так. Ну, приходится некоторое время тратить на то, чтобы он как-то привык, размяк и разговорился. А что вообще самое тяжелое, по твоим ощущениям, на собеседовании для, так сказать, интервьюера и интервьюируемого? Нет, понять друг друга самое тяжелое. То есть, понять, понять. Нет, ну, наверняка есть какие-то вопросы, которые вот просто человека, как правило, либо все о нем говорят, когда он на них отвечает. Если он на них не отвечает, то тоже все понятно сразу становится. Вопросы задашь Виталию? Мы сразу проверим, все про него узнаем. Вот давай, давай, попробуем узнать. То есть, какой-то ключевой вопрос, который позволяет что-то понять. Ну, наверняка есть какие-то, да? Нет, ну, просто по разным же вакансиям это разные. В основном, как бы, сейчас я попробую вслух подумать. Ну, то есть, обсуждаются вопросы квалификационные всякие. То есть, спрашивают человека, грубо говоря, что он имеет, обсуждается его опыт. Вот. Ну, задаются вопросы относительно того, чем он занимается сейчас, и чем он заниматься хотел бы в дальнейшем. Я не знаю, все вопросы, они, в общем-то, ровные. Такого вот ключевого вопроса с подковыркой, я боюсь, который вот там раскроет полностью человека. Представим, что ты пытаешься нанять Виталия на должность веб-разработчик. Да, ну, какие-то несколько ключевых вопросов можешь задать Виталию, чтобы понять, возьмешь ты его к себе или нет? Ну, просто тут немножко кейс не тут. Я же не собеседую на разработчиков, да? Так получилось уже некоторое время. И я собеседую людей скорее на какие-то позиции, руководительное направление. Ну, вот я как расчет с этим. О, видишь, он уже начинает закидывать удочки. То есть предлагается прямо устроить такое. А вы сейчас чем занимаетесь вообще? Интонация чуть поменялась даже, я хочу сказать. Без вопроса, с какого-то района. Подсекай, подсекай. Не, ну просто как можно, смотрите, невозможно же ничего узнать про человека, не понимая, какой у него бэгграунд сейчас. То есть, что он сейчас делает, что он делал. То есть, может быть, человек до этого там программировал, а может быть, он занимался пиаром. Как мне понять, в принципе, хотя бы с какого конца начинать? То есть, я помню, ко мне пришел человек и сказал, меня зовут Вова, я живу напротив. Это тоже было начало разговора. Вопрос с какого-то района как бы сразу отпал. Да, кстати. Ну хорошо, Виталий, сейчас чем занимаетесь? Сейчас вообще должность называется скром-мастер. Есть такая позиция. Это что-то посередине между руководителем проекта и разработчиком. Вот это, скажем так, разновидность agile разработки. Сейчас вот мы так перед камерой поговорим, а потом еще отдельно. Это ты удачно зашел. Да, я тоже, может быть. Вот, больше, конечно же, приходится программировать, разрабатывать, но и также руководить и организовать процесс разработки. Потому что это стартап. Группа какой численности приблизительно? 3-4 человека. А проект в каком направлении? Софт. Вообще софт делаем. То есть софт, в смысле, который устанавливается? Да, клиенты. А на чем? Дотнет. А состав группы рабочих обязательно какой? Один тестировщик, два разработчика и я, собственно, тоже сам собой руковожу. А длительность проекта? До этого то же самое было. Ну, то же самое, как процесс, все то же самое. Полгода. Сейчас год идет. А итерации в месяц уже? То есть создавали уже итерации какие-то выпуски? Были продукты? Выпуска было это по прошлому проекту. В этом проекте я только вот месяц. Новая позиция. А до этого два выпуска было. Понятно. А один неудачный, другой более-менее рабочий. А перед этим чем занимались перед этой работой? Разработкой. Тоже научесть? Да, чисто только чисто разработкой. Разработчику, ведущему разработчику? Разработчик. Ведущий у меня был. Ну и мы собеседуем, поэтому я задаю. А что вам не нравится в текущем? Что, нравится? Занятие не нравится. А, не нравится? Вообще все нравится. А чем бы вы хотели заниматься вообще в дальнейшем? Ну там, не знаю, сейчас, через год. Ну на ближайшие, наверное, три года развиваться в том направлении, которое я сейчас выбрал. Как-то менять, может быть, виды проектов или что-нибудь? Да, да, возможно. То есть сначала у меня веб-проект был, сейчас у меня доступное приложение. Двигаться в какую сторону приблизительно? Пока даже вот не думал. Пока вот сейчас есть то, что сейчас, вот доступ-приложение, хочется посмотреть, как всем этим можно управлять, руководить и каких-то результатов достигнуть. А потом, может быть, веб опять, потому что все-таки веб. Вот мне лично веб больше нравится. Вот мы вот активно у себя в компании развиваем всякие истории со скрамом, аджайлом и так далее. И у нас там, например, есть варианты с вами, как посотрудничать. В принципе, у нас есть разного рода сквозные позиции, там прожитные, которые, собственно, люди либо ведут проекты, либо являются сквозными специалистами как раз по скрам. Вот. И, соответственно, в первом случае это выделенный проект, выделенная команда, которая его ведет. И во втором случае это человек, который просто, ну, помогает отстраивать остальным людям. Всякие процедуры, процессы. И, в общем, мы проводим всякие внутренние тренинги, если дождем, чтобы процесс соответствовал процедуре. Вот. Ну, такие вот варианты можно пообсуждать. В принципе, как видим, уже это собеседование пошло. Уже так сейчас про нас забыли. Подцепил, подцепил, камера мешает. Вопросы, кстати. Мы с пользой проводим время, мне кажется. Вопросы, Виталий, да. Какие вопросы интересуют человека, который приходит? Ты приходил на собеседование? Вот сейчас ты пришел на собеседование? Я и собеседовал даже некоторых людей. Поэтому и там, и там, меня что-нибудь интересует. Сколько денег платят? График работы. Условия труда. То есть это офис или какая-то маленькая такая, коморка, там, где все сидят вот так вот. Есть ли какие-то места, где можно как-то отдохнуть, там, не знаю, в теннис поиграть, там, настольный, футбол настольный. Ну, в общем, либо это маленький какой-то офис такой, либо это нормальный бизнес-центр, где люди могут, скажем так, приходить пораньше, нормально прийти, там, покушать, поговорить, что-нибудь поделать, поработать и попозже уйти, чтобы так же можно было потом с коллегами пообщаться, что-нибудь там, поразвлекаться. То есть офис – одно из ключевых факторов? Ну, для меня, да, сейчас, да. Да, это круто. Который плавно перетекает в теннисный корт. Вообще супер. В теннисном корте можно кружочек рисовать? Так, Гайдар, наверное, стоит показать, собственно, как другие участники отвечали на эти вопросы. У тебя переключатель. Да, давайте посмотрим. А мы угадали все вопросы, что ли? Нет, было несколько вопросов. Мы, собственно, по традиции провели небольшой опрос. И что отвечали? Провели опрос среди студий и студентов и посмотрели на то, что у нас получилось. Ну, для начала у нас есть такие вводные данные. Я думаю, Дима будет рассказать. Да, это, в общем-то, некая динамика в целом по рынку IT. Видно, что, в общем-то, вакансий становится больше, чем резюме заметно. То есть спрос растет и растет значительно. Давай дальше. Примерно в два раза больше вакансий. То есть, как обычно в вузах бывает, 40 человек на место, 7 человек на место, 2 человек на место. А тут два места на человека. То есть, приходи, бери, что хочешь. Но они приходят. Нету теннисных столов. Нету теннисных столов и фотошерных площадок. Собственно, о чем говорили, да, практически 8 из 10 специалистов готовы работать за серую зарплату, потому что им важно, сколько там в этом конверте, а не что это конверт или какая-то там распечатка. Зевающий Пакман. Да, Пакман зевнул на 13%. 63% веб-студии платят, собственно, серую зарплату. Но здесь видим, что предложение несколько меньше серой зарплаты, чем они готовы принять рынок молодых специалистов. Те, которые готовы принимать серую зарплату больше, чем тех, которые готовы платить, но это даже, наверное, хорошо, особенно с точки зрения налоговой инспекции. То есть, 13% специалистов, в принципе, готовы получать серую зарплату, но им ее не платят. Чем они занимаются, непонятно. Да, и, в общем-то, тоже практически 7 из 10 молодых специалистов считают, что пройти собеседование – это просто какой-то адский труд, который выполняется с трудом. Такая вот автология – труд, выполняемый с трудом, да. И 61% студентов не понимают критерий отбора кандидатов и веб-студий. То есть, они, в общем-то, приходят, получают какие-то ответы по результатам собеседования и, в общем-то, не понимают, собственно, почему их взяли или не взяли. Можно прокомментировать некоторые пункты? Да, конечно. Можно на слайд назад, например. Пахман на землю там. Да, вот, например, по поводу сложного пройти собеседование. То есть, мне кажется, что идеальный режим нормальный, не обязательно говорить. Прохода собеседования, то есть, основная часть собеседования – это обсуждение предыдущих проектов кандидата вообще. Чем он занимался, что он делал и каков его опыт. Если человек про это готов подробно рассказать, что он делал, какие перед ним стояли задачи, кто работал вместе с ним, как это происходило, что получилось, что не получилось, что было там победой, что разочарование, если он подробно про это расскажет, то это наилучший формат прохождения собеседования. Может так получиться, что он компании подойдет, а может так получиться, что он компании не подойдет. И то, и другое для человека хорошо, потому что, если он не подойдет и его возьмут, то это будет только мучение сплошное для всех. Вот. И, собственно, поэтому тут не надо по этому поводу как-то сильно переживать. Надо просто прийти и рассказать, чем человек занимался и чем он хочет заниматься. То есть, очень просто. Студенты, они же привыкли сдавать экзамены по методичкам вновь перед экзаменом. Ну да, может быть так. А тут такой стресс, да. Методички как партиз с собеседованием в ВДВ. Ну, то есть, по-твоему, Алексей, получается, что вот 69%... Нет, там есть тесты всякие там профессиональные и так далее. Если подготовиться, то... Алексей, получается, что вот эти 69% это люди, которым либо нечего, либо они не умеют рассказать, собственно, о своем опыте. Мне кажется, здесь, скорее, может, они волнуются просто как-то. Ну и связано, наверное, со следующим вопросом. Они понимают критерии отбора. То есть, критерии отбора, ну, они, к сожалению, такие, не очень прозрачные. То есть, ну, во-первых, опыт человека, подходит он или нет к компании. То есть, у них встреча состоялась недавно, они друг про друга знают мало. Соответственно, есть вероятность того, что они в друг друга немного не попадут, даже если они работали в очень близкой области и сфере проектов. Потому что интересы человека, они могут немножко отличаться от того, что в его резюме написано. То есть, например, он сейчас там занимается десктопами, а хотел бы в веб. А компания, которая его позвала, она позвала его именно потому, что у него десктопы. И она думает, что вот прямо в яблочко попали. А оказывается, что в ближайшее, допустим, какое-то время, год-два, он собирается, в принципе, профиль менять. И значит, на долгосрочную перспективу, например, не очень. И, соответственно, первый критерий – это просто опыт и совпадение опыта интересов кандидата с требуемым опытом и интересами компании по развитию человека в том числе. А второй критерий – он действительно очень туманный. То есть, у нас на рынке со специалистами не очень хорошо, вот как график первый был показан, их мало. То есть, не соответствует количеству заказа, а количеству кандидатов. И поэтому компания часто готова брать людей менее квалифицированных, но более то, что называется, адекватных. То есть, тех, которые какие-то живые, могут изъяснять свои мысли. Работоспособные, честные, какие-то… Ну, то есть, если по собеседованию сандидата справляется благоприятное впечатление о его каких-то таких рабочих и общечеловеческих качествах, коммуникации, сотрудничестве, работе, то его с большей вероятностью даже профнавык немножко не дайте. А вот вопрос, а как человеку подготовиться к собеседованию? Вот человек хочет пойти на собеседование в компанию, например, ту же АДВ. Как ему понять? Ему надо понять, чем он сейчас занимается и чем бы он хотел заниматься. Через год или через два хотя бы. Для того, чтобы, например, сэкономить всем время, он может позвонить в компанию и это рассказать человеку, который собирается его… и спросить, какие перспективы и основные критерии по поиску сейчас человека на данной вакансии. Чем, собственно, он будет заниматься, какого рода проекты… У нас проектная организация, поэтому… Какого рода проекты он будет выполнять? То есть, это, в принципе, занимает пять минут, как правило, но многие вещи делает понятным. Например, это возможный и удобный способ. То есть, все будут рады, если это будет происходить. Так же, как студия будет рада, что, например, она не потратила время в календаре и на собеседование с человеком, который заведомо не хочет или не может. А так же и человек тоже не мотается по городу и не тратит свое время. Тем временем у нас в колонке слышно шорох. Это, наверное, дух студента, не сдавшего собеседования. Шпорами шуршит. А мы, в общем, все показали. Я думаю, что нам надо кого-то уже позвать, посадить, так сказать, на помощь. Главное, перейдем к следующему вопросу. Что, собственно, нужно студиям? У нас есть вопросы смешные. Думаю, что да. Почему нет? Позволяем вопросы. Екатерина Важенцева, компания Microsoft, отдел работы с IT-образованием. У меня один вопрос, собственно, к исследованию. Вот эти вот цифры, что 69% студентов считает, что трудно пройти собеседование. А есть похожие цифры для не студентов, а людей с 5-летним или 10-летним опытом. Это специфично для студентов, что они считают так сложно, они не понимают критерия отбора. Или это общая картина для, ну, вообще найма на работу в веб-агентство, в софтверной компании? Это первый вопрос. А второй вопрос, скорее, к веб-агентствам. Если, просто интересно, есть ли у вас понимание распределения кандидатов? Вот 80% это студенты со скамьи, 20% это те люди, которые поработали 5 лет, и 0,5% люди с 15-летним стажем. Или вот кто к вам чаще приходит? Ну, первый вопрос. Это не произведение. Ну, здесь я боюсь, я вот какую-то объективную информацию дать не могу, потому что мы довольно долго искали людей, все-таки специалистов, уже состоявшихся. И, ну, если так можно сказать, студентов избегали. Вот. Ну, потому что компания набирала экспертизу внутреннюю. Вот. И набирала людей, которые уже умеют работать качественно. А сейчас ситуация поменялась немножко. То есть мы набрали уже достаточно этой внутренней экспертизы. У нас появилось много там экспертов внутри, у которых появилось время на то, чтобы заниматься молодыми специалистами. Вот. И учитывая, ну, в общем, кадровый голод на рынке, и то, что компания сейчас растет быстро очень, мы вот свое внимание отчасти, ну, и в большой части, переключили в том числе на молодых специалистов, потому что поняли, что там есть что искать. И там, в принципе, встречаются довольно неплохие потенциальные кадры. Вот. И вот тут интересный такой был комментарий, кстати. Я случайно довольно познакомился там с человеком из нашей отрасли. Он рассказывал, как они берут людей из вузов. Он сказал, что, например, нельзя брать людей из вузов, которые работали во время учебы. Именно, кстати, по дать нетам, ну, по технологии дать нет. Потому что они, как правило, начинают работать в середине обучения. То есть они ищут работу, ну, им довольно трудно найти работу. Соответственно, они во время работы съезжают на технологии PHP и другие, более распространенные. И когда они заканчивают вуз, то получается, что они фундаментального образования хорошего не получили. И где-то там чуть-чуть вот там-сям поработали, не очень продуктивно. А те люди, которые заканчивают обучение, но особенно не работали, и вот сидели там в читалке или там в своем компьютерном классе делали курсовые, они выходят с хорошим фундаментальным бэкграундом. И хотя у них кейсов практически никаких нет и нет работы, но они за счет знаний и подхода быстрее входят в курс дела и, соответственно, будет эффективно работать потом. Такое интересное для меня совершенно новая тема. Вы согласны, вы готовы взять какие-то люди себе? Ну, мы готовы, вопрос денег, да, как обычно. То есть, как бы, мы готовы брать вообще, в общем-то, любых адекватных людей, да, потому что, ну, если у них есть перспективы, они могут чему-то научиться. У нас сейчас немножко сдерживает офис, мы сейчас переедем и вообще будем набирать студентов. У нас будет уже теннисный корт, вторая площадка? Ну, в декабря площадке, я боюсь, не увидят, конечно. Ну, что-нибудь... Вот так как мы планируем, больше, чем маленький настройник, да, мы плавно пиши к тому, что хотят в студии, я тогда приглашаю еще Тачата Егитяна из РБК-соста, для того, чтобы он нам рассказал с точки зрения компании РБК-соста, какие у них есть требования к студентам и молодым специалистам, которые они нанимают, нанимают ли они. И, может быть, Тачат также сможет ответить на тот же вопрос, который дала Катя, про то, как много специалистов приходит готовых, как много приходит студентов. Знаете, как удивление, да, у нас абсолютно зеркальная ситуация. Все вот так же. Молодых специалистов практически не приходят. Но если они приходят, особенно из вузов, вот, например, три месяца лично я не могу найти стажера, потому что приходит человек, говорит, я закончил там что-либо, не будем там называть. И я говорю, ну, отлично, приходи на стажировку. Опыт есть? Нету. На стажировку. А какие условия? И там он говорит, нет, мне как бы зарплата минимум 80 тысяч, свободный график, я как бы еще не закончил институт. Понимаете, что на такие условия я готов пойти куда-нибудь поработать. Свободный график 80 тысяч и белая абсолютно вся. Как бы тут дело вопрос не в белости, но вопрос вот именно в размерах, да, всех, которые есть, и в отношении. Вот это люди, я считаю, неадекватные. А по поводу уже готовых профессионалов, к сожалению, они кончились на рынке. И сейчас идет такой переход такой по кольцу, да, то есть там человек приходит на собеседование, можно его не собеседовать, позвонить, там, узнать, где он работал, позвонить Алексею, да, и узнать, как этот человек, какой он, да, и так далее, и уже сразу решить. И обычно там идет общение, знаешь, там, ну, он вам, наверное, подойдет, нам не подошел, там, по духу, там, еще почему-то, да. Ну да, типа, мы уже знаем, у кого какая специфика, и часто говорят, да, слушай, вот у тебя там вот это. То есть можно позвонить Алексею, чтобы он сразу уволил того человека, пока он тут сидит с Алексеем. Не, ну обычно все знают. Алексей, у тебя там такой-то есть, он тебе, в принципе, как бы не очень, а нам... Все договорились, да. Мы специалистом это очень узкий аквариум, То есть вы даже, это не так смешно, как кажется. Наоборот, надо плакать, по-моему, если вот такая ситуация, да, что... Как вы развиваете студентов? Вот вам пришел студент, допустим, адекватный, повезло. Что делать? Как его развивать? Вот он пришел, он ничего не имеет. У него, может быть, есть фундаментальное образование, но нет опыта, в принципе. Отлично. Если у него есть более-менее фундаментальное образование, значит, у него есть знания, правильно? Соответственно, теперь нужно эти знания направить на нужное русло и показать, как эти знания использовать в реальной жизни. Потому что не всегда знания... Люди умеют пользоваться своими знаниями, да. К сожалению, в институтах у нас практики мало, как таковой. Особенно, там, по управлению проектами, там, и так далее, да. Как бы самая больная тема, это вот как раз управление проектами. И чтобы направить его знания в нужное русло, как бы, с азов начинаем, как что должно быть и так далее. Тут еще другая проблема есть, да, как бы, какие-то в адекватности людей. Многие собеседования, там, заканчиваются, там, в первую минуту, к сожалению, да. Там просто со словом... Как раз на кнопку подать в яму. Нет, со словом «привет», да, там, когда там стоит такой человек «привет», да, как бы, к сожалению, его трудно представить. Особенно, ну, у нас компания тоже не маленькая, да, большая. Да, представить данного человека в общении, там, не знаю, с директором какой-нибудь крупной компании, да, там, большой. Ты тоже смотрели, какая вакансия? Ну, я больше про менеджеров, потому что у меня боль в менеджере, именно отсутствие менеджеров. Про разработчиков тоже, да, проблемы есть. Разработчики тоже начали уже ходить по кругу. Никто, потому что и студентов, опять же, не хочет. Все думают, что они все знают. Кто-то где-то проработал чуть-чуть, все, у него есть опыт, да, на фрилансе что-нибудь сделал, там, и так далее, и так далее. С студентом есть такая тема, что они вообще-то девочки-то хотят работать. Вот. То есть они, да, они приходят, и, как бы, они хотят, чтобы им что-то дали, а взамен, в общем-то, они не готовы. То есть у них ближайшие планы – это, там, поездить, отдохнуть, иметь свободный график, развлечься, попеситься, пока еще, там, молодой, и так далее. То есть у них, как бы, ну, большинство людей действительно совершенно, как бы, им все это неинтересно. Работа, там, рост какой-то профессиональный и так далее. То есть они, вот, как бы, офисный планктон, в каком-то смысле. Хотят, вот, куда-то приходить и, там, получать деньги, примят времени, приходить. А, Виталий, а куда деваются эти студенты, которые неадекватные, они же никуда не идут на работу? Куда они деваются? Они на гуа все сейчас. Как говорил Фрай в мультфильме «Футурама», что, говорит, телевизоры все еще в коробках производят? Но, все равно, куда они деваются? Ну, вот, по моим знакомым, да, по этому народу, вот, даже разработчики идут в администратора, потому что там почему-то всегда где-то как-то пристроятся, вот. Часть вообще забивает на все и уходит там в какой-нибудь, не знаю, продавцов-консультанты в какой-нибудь магазин. Ой, было смешно, прости. Девушку собеседовали, она всем понравилась, хороший специалист, но не было вакансий подходящих. То есть она пришла на одну и была слишком для нее хорошая, вот. А той, второй открытой не было. Ей через месяц звоним, говорим, вот открылась вакансия, как хорошая, нет, говорит, я уже теперь в массажном центре работаю. Ну, просто актив. Которые клиенты приходят на интервью-студию, если не проходят, тебя отправляют в фитнес-клуб. К своим клиентам. Извини, я. А часть еще студентов, собственно, как работали по фрилансу, так и работают. То есть какой-то опыт пытаются где-то взять, а потом уже еще раз попробовать пойти уже в компанию, там, в стартап начинающую, там, или крупную. Вот, в фрилансе, по-моему, еще одна большая проблема, да, по-моему, во фриланс нужно идти после того, как ты работал в крупной студии, когда ты знаешь весь процесс, а не наоборот, начинать с фриланса, там, все рушить и иметь какое-то общее представление, как сидя дома. Фриланс, все думают, это сидеть дома, периодически что-то делать и получать за это деньги. Еще большие деньги. Причем, да, большие деньги, да, там, поэтому вот как раз если поменять вот это мышление наоборот, да, сначала поработай, потом фриланс. Это, с одной стороны, даже хорошо для крупных студий. Если будет много фрилансеров-профессионалов именно, да, то почему бы не пользоваться их услугами? Некоторые вещи можно ауксорс отдавать. Конечно, конечно. Молодые специалисты портят фрилансы массажные салоны, вот, собственно. Мы еще пригласим гостей, у нас есть гости из АИФ, ассоциаций для разработчиков. А кто будет уставать вас? Гавник. Да, у меня же, просто микрофон, туда не пойти. Сейчас у нас кончатся микрофоны, мы начнем их отбирать у некоторых людей. И зададим тот же самый вопрос. Расскажи какие-то слова, то есть какой-то студии, какого она размера, поскольку, насколько я знаю, у тебя студия маленькая, поэтому должна быть другая, наверное, быть ситуация. И мне, интересно, про студентов. Какое распределение студентов и специалистов приходит? Как вы развиваете студентов внутри студии? Ну да, то есть я представляю веб-студию QR-стайл, да, то есть у нас, ну, как средний портрет, вот маленький студии, да, то есть это 5 человек постоянных сотрудников и 5 человек на аутсорсе, да, то есть потому что вовсе их уже не посадишь, это расходы и так далее и тому подобное. Вот, я вот хотел бы еще сказать, вернусь по поводу серой зарплаты, да, то есть то, что готовы получать серу. У нас есть даже сотрудник, которому не нужно вообще оформление. Дайте зарплату, мне даже ни серы, ничего, ни ПТК, ничего не нужно. Интересно, на логу вас слушают. Мы их по ЭПИ, там, это самое. Мы его скрываем. Ну, соответственно, по кадрам, какая проблема у маленьких студий, вот в самую первую очередь, да, это оценить возможности специалиста, вот узконаправленную, да, то есть если менеджер, вот как Алексей говорил, можно, там, он рассказал про проекты, которые он вел, как он проводил работу, каких целей и результатов. Достиг, но что касается узкоспециализации, да, то получается у маленькой веб-студии не всегда хватает профессионального человека, который мог бы оценить, да, вот как Алексей говорил, что он не проводит собеседование со специалистами узконаправленных. У нас обычно разговаривают с человеком трое, последовательно. Вот, а в маленькой студии нет такой возможности, чтобы поговорили трое, поэтому показывать какие-то результаты работ, презентуют что-то, да, какие-то выполненные проекты, не всегда можно адекватно сразу. Надо оценить, да, это вот тот уровень или не тот уровень, да, и зачастую все занимаются тем, что спрашивают у знакомых, вот порекомендуйте как, что, где есть. Поэтому поиск специалистов заключается в том, что вакансию ты повесил, к тебе идут опять же те же студенты, которые, вот как аналогичная ситуация, ничего не знают, но хотят очень много денег. А в маленькой студии, когда слышит, там, зарплату программиста, там, 85-100 тысяч, да, то есть она сразу начинает заикаться. Соответственно... Как много студентов приходят? То есть ты думаешь, кушь вакансию, как много студентов приходят именно на эту вакансию? Приходят ли специалисты уже готовые или все студенты приходят? Все студенты. Все студенты. Маленькие студии все студенты. Да, все на поиск заключается в том, что кто-то порекомендовал и все, то есть люди ищут друг друга по рекомендации, если кто-то говорит, что вот этот человек хорошо делает и знает свою работу, все, тогда либо можно его к себе осмотреть, либо отдавать ему работу. Какой главный источник рекомендаций? Это знакомые, которые тоже работают на рынке или это преподаватели вузов, это кто-то, кто со студентами как-то взаимодействует? Знакомые на рынке. Зачастую это знакомые на рынке, потому что вот я как бы еще представляю Ассоциацию интернет-разработчиков, да, и общаюсь с разработчиками непосредственно, вот, у всех сейчас появилась такая потребность, даже у маленьких студий, брать к себе стажеров, да, хотят брать стажеров, точно так же, как вот Тачата рассказывал, но их нет, да, берут студентов, и вторая потребность, это даже отдавать на обучение. А отдавать на обучение тоже практически некуда, да, то есть у нас есть, вот, как мы по рынку знаем, это центр обучения специалист, да, то есть IT-специалист. Представители, которые здесь присутствуют, это тоже вам скажут. Да, да, вот, соответственно, мы сейчас в ближайшее время хотим с ними посотрудничать в этом направлении, чтобы студентов, которые уже приняли к себе на работу, да, чтобы их развить и обучить именно у себя в студии, отдавать их на обучение. Вот, кстати, интересный момент, а крупные студии рассматривают такой подход, чтобы стажеров отдавать на внешнее обучение? Нет, мы учим всех регулярно, то есть у нас там, как бы, обязательный план обучения людей, у всех руководителей направлений, соответственно, есть план, по которому людей направляют на курсы, подбирают курсы и так далее. Ну вот, например, вопрос обсуждался, там, получение кадров из вузов напрямую, этот вопрос нам как-то наладить не удалось. То есть мы пытались здесь и с техническими вузами работать, и с рекламными, вот, но они как-то не идут на коммуникацию, даже я не знаю. А в чем, по-твоему, главная загвоздка здесь? Ну, я так точно не знаю, потому что не я с ними пытался это все дело наладить, вот, но просто они там как-то не очень заинтересованы себя ведут. Даже так? То есть, ну, то есть они там обещают связаться и не делают этого, там, назначают человека, которого давно нет, ну, в качестве ответственного лица и так далее, какие-то такие вот истории. То есть такое ощущение, что, ну, то есть, на мой взгляд, в вузах, в текущих, нет просто никакой структуры, которая бы вообще была заинтересована в трудоустройстве. То есть там есть учебная часть, насколько я помню. Которая как раз саботирует трудоустройство, да, они на лекции ходить не будут. Вот, и, соответственно, она, у нее другая совершенно специализация, а больше там нет никого. То есть даже, в общем-то, не всегда понятно, куда обращаться. Даже бывает, что, например, на некоторых образовательных учреждениях форма висит специальная на сайте, что, типа, заполните нам, какие люди вам нужны, но что-то и заполнил, что-то и не заполнил, ничего. А в ответ тишина. Да, можно по этому поводу скажу, когда спрашиваете, какие институты? Я сам заканчивал Бамунг, потому что, поэтому я как бы пытаюсь там кого-то найти, да. Итак, два выхода было. То есть напрямую выброс информации в студенты, да, там во внутренние форумы, которые доступны только студентам и так далее. Ничего не дал, пошел фут, какой, какие все хорошие, все плохие, там и так далее, и так далее. Ну, там же тоже сразу все хотят зарплату такую немаленькую, скажем так, да. Да, не понимают того, что, ребята, вы не знаете ничего, к сожалению, да. Как бы вы адекватные, поэтому вас рассматриваем, но вы не знаете, как это мы учились 6 лет, там и так далее, и так далее. Я тоже 6 лет учился, я знаю, чему там учат, там и так далее. Не в этом вопрос. И второе, это центр трудоустройства МГТУ имени Баумана. Позвонил, мне сразу сказали, вы понимаете, сколько денег это стоит? Я спросил, сколько денег, мне сказали, 8 тысяч рублей в месяц. Как бы для нашей компании 8 тысяч рублей в месяц, это не огромный день. Я сказал, как бы без проблем, ребят, давайте, мы вам пришлем офер, отлично. И как бы 2 месяца уже они мне то что-то шлют. Они, может, 8 тысяч ждут, деньги вперед, договориться, кому достанется. Да, утром 8 тысяч, вечером студенты, уже пошли кредит взяли. Делик, а я бы еще хотел пригласить, у нас есть куда-то ассоциация интерактивных агентств, мне подсказывают. Евгений, я представлю. Мы тебя подключим, заберем, наверное, тогда микрофон у Виталика. Приходится, мы начнем убежать маленьких. Я могу отдать. Мы сейчас видим, все время, все хорошо. Может быть, свое видение тоже расскажет. У нас пока есть немножко разные точки зрения. Что-то мне подсказывает в виде не одно и то же. На самом деле, по поводу Баумского, как я добавил, у меня есть опыт немой, он тоже заканчивал Баумский, друзей, которые со мной месяц заканчивали. Не знаю, как программистов со студентами, которые хотят стать менеджерами, начинающими менеджерами, там все нормально. То есть, если ты от факультетов, можешь обратиться, я тебе расскажу потом. С точки зрения поиска кадров на объективной маске действительно сложно. Мы вынуждены, отчасти, мы не знаем, можем себе это позволить, да, платить действительно людям много. И мы понимаем, что наша задача сейчас на текущем рынке удержать, да, индексировать и так далее, и так далее. То, чем мы занимаемся в поиске, как раз расширение. Я сейчас, кстати, представляю промо-интеракцию, а не только ассоциацию драконных агентств. Я думаю, что, я встречаюсь, общаюсь с коллегами ассоциаций драконных агентств, да, и то, я думаю, что Алексейчин занимается в том числе, да, это анализ региональной составляющей. То есть, нам действительно интересно было бы, в общем-то, у нас есть уже, то есть, вновь в центральной России, у нас есть опыт промоколдинга в Новосибирске. Есть опыт открытия региональных филиалов, да, и основная задача при открытии региональных филиалов – найти адекватного менеджера, который в последующем станет руководителем филиала, либо на базе уже существующей компании развить некий станок, который из молодых студентов не готовых сходу, например, переезжать в Москву, понимающих, что их доходы, текущие в Москве, не позволят им снимать квартиру, не знаю, на кухне в пятерем жить, они пока не готовы, да. Вот такие вот люди, которые готовы прокачать себя в рамках региона, может быть, и остаться в нем, начать в нем зарабатывать. В общем, их достаточно много в региональных средах, то есть, я сейчас говорю о городах, не миллионниках, а о городах там 300-400 тысяч. Желательно, чтобы они были относительно далеко от Москвы, чтобы туда можно было ездить, летать как-то, чтобы было не очень дорого, чтобы можно было снять квартиру там менеджеру, который будет развивать из Москвы эту историю. Ну, то есть, вот такое развитие, оно, мне кажется, более перспективное при текущих реалиях. Объективная жизнь в Москве дорогая, да, поэтому те люди, которые говорят, да, эти мне сразу много, я их отчасти понимаю, да, им как-то хочется жить, они могут, да, там, на что-то тратить. То есть, это не от того, что специфика их там, они зажрались, да, это может быть отчасти их такая естественная потребность. В регионах немножко по-другому. Ну, достаточно, по-моему, это немного разные вещи. Ну, вот вопрос в том, да, где он там заканчивается, комфортный уровень, тут, в принципе, в чем разница? Все-таки город 300-400 тысяч, он более, скажем так, ну, хотя бы, да, та же квартира, та же возможность там начать какую-то жизнь полноценную уже на те деньги, которые ты, зарабатывающие родители, тебе дают, да? В общем, для этого немного более простой вариант, поэтому есть люди, которые возвращаются сейчас из Москвы к себе на родину, да, и самый лучший вариант вообще, на мой взгляд, это продолжать отношения с людьми, которые здесь поработали, знают, как надо работать, знают, что такое, там, график, да, там, дедлайны и так далее, и так далее. Понимаешь, мы понимаем, что они адекватные, они вернулись к себе, там они могут вполне становиться уже даже создателями своих маленьких студий, которые, либо это аутсорсные компании наши, да, которые мы используем в своих церквях. Такой вариант развития вполне возможен, мы видим в нем перспективы. Сейчас мы занимаемся, в общем-то, уже есть позитивный опыт. Ну, да, у нас тоже отдельное направление, целое выделено на развитие региональных цехов, потому что у нас служат в региональной площадке. Есть опыт, когда из регионов студенты приезжают в Москву, вот именно прийти в студию, поработать стажером, кем угодно, чтобы зарабатывать опыт, а потом вернуться в свой регион и там строить свою студию? То есть есть такие люди, которые сразу приходят с такой установкой? Ну, у меня было несколько таких примеров, но я не могу сказать, что это прям такое явление. Скорее, это люди, которые устают, они перестраиваются. Привыкнуть на Москве в некотором очень сложно, даже люди, приезжающие с близкого по духу Санкт-Петербурга, да, часто устают от Москвы за разных факторов, да, и они хотят вернуться к себе в более комфортную среду, там, где их друзья, родители и так далее. Многие приезжают, просто не выдерживают, но, ну, не выдерживают или хотят переключиться, и многие возвращают в свой регион. Но сказать, что это такое массовое явление, приехал, научился, в Москве не понравилось, уехал, ну, я бы пока так не сказал. В основном люди из регионов вот такие приезжают для того, чтобы в Москве остаться. И, как правило, при этом, ну, человека брать, который вот только что приехал, это для компании достаточно высокий риск, потому что то, что он сгорит и не сможет в Москве жить, она все-таки, это очень высокая, как бы, вероятность. Ну, тут задача отчасти руководителя в том, чтобы защитить его от тех проблем, которые могут быть до окружения, должно понимать, что человек адаптируется, чтобы сразу не давить. Ну, здесь же, как бы, среда, которая его, вот, создает для него дискомфорт, она, как правило, не внутри компании, а, в общем, снаружи, там, в быту, скорее. Да, есть многие факторы, там, съемок квартиры и так далее, то есть они могут повлиять очень серьезно. Ну, в принципе, это можно, вот, квартира, скажем так, 25 тысяч, да. Все еще, это местично. Ну, это, да. Сколько там человеку надо, чтобы нормально там существовать, да, какой-то прожеченый минимум каждый для себя сам определяет. Конечно. Вот, получается, что... Еще родители дома, которым надо отправлять какие-то деньги, есть еще ряд каких-то поводов потратиться, поэтому, естественно... Кругом одна засада, то есть студентов молодых не берем, потому что они адекватные, те, которые адекватные, дорогие, из регионов не берем, потому что они долго адаптироваться будут. Да нет, ну вот, Женя правильно сказал, что просто Москва избалована немного, может быть, деньгами, и надо искать кадры в регионах. Все-таки в Москве основной рынок труда – это же не разработка, надо понимать, а финансы, продажа и так далее. И, соответственно, здесь вот есть какая-то емкость кадрового рынка, может быть, которая, может быть, на самом деле уже достигнут уже ее максимальный какой-то размер в Москве. А вот как раз, потому что люди из нефтянки ломанутся обратно в программу или программирование, это очень наивно. Вот как раз вот это мы и обсудим сейчас. Да, вопрос? У меня вопрос будет следующий. Насколько зарплатные предложения отличаются для студентов из регионов и для студентов из Москвы? В регионе, есть ли офис в регионе? Нет, если не офис, если офис здесь... А какая разница? Ну, то есть, по большому счету... Алена работает? Большого насчета. Ну, то есть, люди приезжают... Нет, ну, это как-то циничное такое отношение. Скриминации нет. А, ты из Питера приехал, тебе минус 20%. Плюс? Говяр, плюс 20 из Питера. А, сейчас плюс, а? Даже, на самом деле, ситуация как бы такая, что человек, который приезжает, он, в общем-то, ему реально чаще всего денег с бытовой точки зрения надо больше, чем когда он здесь уже некоторое время живет, потому что у него все-таки есть некоторый пик расходов, достаточно долгий, на обустройство, что называется, да, поэтому люди, которые приезжают, у них, в общем-то, и запрос-то тоже какой-то есть соответствующий, который прожиточным уровнем в Москве в основном поделится. Либо он не посоветовался с друзьями, вы ему предложили мало, и там точно перегорит, да, потому что он будет падать только на метро, там, доехать туда-обратно, и все, поэтому... Если он уже не сможет, да. Тут, знаете, еще, по-моему, должно быть немного понимания, что если человек приезжает, тут вот, опять же, адекватность человека, да, если он приезжает чисто заработать, да, к сожалению, это не к нам, а если человек приезжает сначала научиться, а потом, как бы, заработать и работать, да, это разные вещи, потому что приезжает вот на стажировки, в больших компаниях стажировки либо бесплатные, либо там с маленьким фиксом, да, но тут нужно понимать, что после стажировки, после опыта работы, да, Ты как специалист увеличишься в цене, соответственно, и последующая зарплата у тебя будет и больше, и по рынку, и рекомендации, опять же, топовых компаний и так далее. Но когда люди приходят с нуля, вообще с нуля, и сразу требуют такую зарплату, это говорит о неадекватности. Сейчас время такое, все хотят все и сразу. Причем, вот, кстати, такая есть интересная черта, что чем человек как бы работоспособнее и адекватнее, да, и он вот приходит на собеседование, тем, как правило, у него... Чем он запрашивает. Да, тем меньше он запрашивает. То есть, а чем человек как бы, ну, то есть, более такой авантюрный, что ли, может быть? Ну, это тоже вот. Но процесс, когда человек приезжает сначала, чтобы учиться, а потом работать, у меня знакомый один говорил, что в детстве раньше хотелось движухи. Но был я молодым лейтенантом, и не грудь движухи особо не обещал. Сейчас генерал, но... Уже ничего не хочется. Хорошо, тогда мы сейчас обсудили студии, как бы проблемы студии, а теперь давайте поговорим с теми, кто ищет кадры для тех же самых студий, и не только для студий. И мы тогда приглашаем наших гостей вернуться в зал, микрофон, если возможно, сдать, потому что мы сейчас будем их передавать другим гостям. И тогда мы приглашаем уже коллег из карьеру, начнем с карьеру и хэдхантер, может быть, сразу вместе выйдете. Ирина и Елена нам расскажут, как найти кадры, как они их ищут, как они помогают компаниям, вот этим страждущим, найти адекватных людей, найти тех самых адекватных людей, которых так мало, как выясняется. Да, помогают. Мы знаем, как на них проходить, действительно, с ними работать тяжело, но можно. Да, получается, что с каждым вузом индивидуальный подход, и каждому вузу, в общем, надо одно и то же трудоустроить своих студентов, а пути, как бы, разные. На самом деле, у меня есть эффект дежавю, вот я с одного круга стала на другой, там до этого был круглый стол с вузами, когда сами вузы плачутся, и студенты плачутся о том, что нет работы, о том, что мы не можем выйти на работу. Это наш следующий шаг. Побольше надо приглашать студентов, потому что, действительно, у нас нет опыта, где же мы его получим, нам не дают получать опыт, и вот эти жалобы, они постоянные. Они очень ориентированы, в том числе и вузы сами в шоке, потому что не все, ну, есть там цивилизованный вуз МГУ, где есть там свой центр карьеры, к примеру, и в каждом вкультите есть свой центр карьеры, который действительно уже там на бизнес основу занимается. Мы обязали все вузы, но занимаются действительно только крупные вузы, и вот самые лучшие, в остальных это обязаловка. Если для компании, я понимаю, что для компании работодателя с вузом работать тяжело, но вот чаще всего они приходят к нам, а мы уже эти вузы пинаем, потому что работа сложная, нужно действительно каждый день подходить, пинать, там, объяснять, не знаю, ну, разными путями совершенно находить. Но я бы сказала, что студенты хотят работать. То есть, вот то, о чем мы говорили о зарплатных ожиданиях, мы проводили исследование, то, что было до кризиса, зарплатные ожидания студентов были гораздо более неадекватны, чем сейчас. Сейчас они там, ну, если... То есть сейчас еще хорошо. Сейчас, да, действительно, ситуация... Я не говорю конкретно про IT-рынок. Мы в целом проводили исследование по студентам, сейчас средний уровень зарплаты, который они просят, это порядка 30-40 тысяч рублей. Вот, ну, это, опять же, да, айтишники просят побольше, я согласна, то есть тут средний выше. То, что было до кризиса, они просили и 60, и 70, и 80 просили. Особенно приходили там с корочкой, мы говорили, дайте нам сразу 70, работать, готов на фрилансе. Не, ну, в любом случае, у них сейчас очень хорошие условия, потому что демографический провал, их действительно все меньше и меньше. Многие вузы сейчас, вот, постоянные недоборы студентов, и сейчас борьба и у вузов... Студенты отражают. Да, и у вузов борьба за будущих студентов, и у работодателей новые... Кстати, да, сейчас вузы все больше будут бороться за вас, работодатели, то есть чем больше у вуза будут работодателей, тем больше будет престиж вузов выше, соответственно, к ним пойдут студенты. Просто картина страшная, я смотрю, что студии не знают, где взять людей, вузы не знают, куда их девать людей, вооруженные силы сокращают, куда идти? Мне кажется, идеальный вариант, как делают многие компании с вузами, делать какие-то факультеты, либо курсы, дополнительные какие-то образовательные курсы при вузах. И мне кажется, это действительно путь, когда ты видишь всех этих студентов не просто на собеседовании, на собеседовании мы все приукрашиваем, сами проходили собеседование, и особенно студенты, когда ему нечего рассказать, он может стать Мюнхгаузеном, он может преувеличить свои действительно достижения. А когда вы на протяжении полугода или большего количества времени видите этого студента, и видите действительно, как он работает, как он занимается, учится, мне кажется, это действительно наиболее лучший трудозатратный. С такой стороны, для больших студий это, например, возможно, а вот маленькие студии, как я сказала, не могут даже втроем себе с этим работать нужно. Объединяться студии. То есть надо идти ассоциацией? Конечно, да. И искать себе. Да, во-вторых, можно идти через партнеров информационных, там, не знаю, наши, там, других консалтинговых компаний, проводить совместные какие-то проекты. Ну вот как мы сейчас с вами проводим проект, гранты, карьеры. Да, там, гранты какие-то, не знаю, олимпиады, возможные курсы совместные. Ну вот это обязательно надо делать. Тут раньше, три года назад, ну, пять лет, наверное, назад, ярмарка вакансии, это был просто пик вообще совершенства, подбора, кредит-рекрутмента. Но сейчас, понятно, это все не работает, и просто прийти в вуз тоже не работает. Нужно со студентом работать, там, с первого курса, со скамьи, уже, ну, не знаю, рассказывать на мастер-классах, просто постоянно там мелькать как-либо. Не просто повесить объявление на доске, это не будет работать. Ну, возможно, самим это сложно сделать, но можно через информационных партнеров, там, нас, в конце концов, и еще у многих компаний, которые работают на этом рынке. Но вот просто надо преодолевать вот этот барьер, потому что тут действительно два, не знаю, по обе стороны баррикад, мы и одну сторону, видимо, и другую, понимаем обе, но нужно как-то решать. Понимаешь, как страшно? Как страшно жить, да, жизнь и справедливо. Хорошо, вот взгляд вас как консультантного агентства, я все-таки рискну и приглашу девушку из рекрутингового агентства «Мед». Она не очень хотела выступать, насколько я помню, но я поступил совершенно так, проявил свой произвол. Вот взгляд человека из рекрутингового агентства. Как веб-студиям находить себе студентов? Где их брать? Я боюсь, что со студентами как раз, наверное, я не смогу помочь, не моя компетенция, хотя бы в силу того, что услуги рекрутингового агентства, они стоят денег. И минимум они стоят один месячный оклад. Это минимум. И, соответственно, не каждая студия, не каждое агентство готово за услуги студента платить какие-то деньги. И ко мне не обращаются за студентами. То есть стажеров через вас не ищут в принципе? Нет. Ни через нас, ни через другую. Хорошо. А как часто студии обращаются в принципе к рекрутинговым агентствам для поиска разработчиков? Постоянно. Вот сейчас мы открылись в декабре, одновременно у меня минимум 20 вакансий. 15-20 вакансий – это минимум. Все они студийные, клиентская сторона практически не обращается, потому что агентство сейчас развивает движительное направление. Соответственно, вакансий совершенно разных, не только технических. Очень много креодиров, артиров, дизайнеров и так далее. Студии ищут очень активно. Вакансий действительно очень много. То есть вот первый график, который вы показывали, о том, что вакансий вдвое больше, чем резюме, это действительно так. А вот вопрос, с какого профиля специалистов, насколько опытных ищут специалистов, какой должен быть опыт работы для того, чтобы студия рискнула прийти в агентство, заплатить месячную зарплату? Минимум. Минимум. Да, вот это слово «минимум» меня всегда пугает. Ну да, потому что доходят до 20% от годового дохода, а это примерно 2,5 зарплаты. Самые востребованные сейчас люди с опытом работы от года до 6, в основном от года до 3, потому что понимают, что иногда проще взять человека, который проработал в пределах 3 лет, но при этом эти 3 года он проработал не просто в своей области, а на конкретной должности. То есть если ищут ардира, то, соответственно, человек, который не просто в дизайне проработал на протяжении этого времени, а который проработал именно на должности арт-директора, понимают, что проще взять человека, который работал не так уж долго, и вырастить его под себя. Основная задача большинства студий и агентств, даже сетевых, в том, чтобы выращивать людей под себя, под свой стиль, под свою команду, под свою механику работы То есть фактически мы возвращаемся к тому же студенту, чтобы стать более... Опять-таки, да, надо где-то взять этот опыт Надо где-то поработать, взять где-то опыт Я вот смотрю, Дима даже задумывался над этим Думаю, где бы поработать Компании также могут у себя в рамках своей компании делать какие-то школы У нас есть школа программистов Да, кстати, у нас есть действительно очень большая разработка Мы тоже так столкнулись Да, мы сделали школу программистов Причем очень большой был поток молодых студентов, кто захотел к нам прийти И по итогу у нас очень много приоритетов этой школы Мы набирали, да, 40 человек, а 700 заявок, по-моему, было Да, и по итогам этой школы захотела к нам прийти в компанию Просто умоляли, можно мы у вас поработаем даже больше, чем у нас было мест Мы не смогли всех устроить То есть, возможно, не знаю, никаких открытых дверей Вот просто, может быть, мы расскажем, какие способы вообще, возможно, с ассажерами Ну вот самый, наверное, простой Это информационные площадки Это джоб-сайты молодежные Это вузовские джоб-сайты Общие, опять же, джоб-сайты Это вот самый простой способ И, наверное, менее затратный Самый сложный, это вот как раз интерактив какой-то Это выход уже конкретно в вузы Какие-то дни открытых дверей Ну да, экскурсии в офис Семинары, экскурсии в офис Подобные мероприятия То есть, постоянно надо устраивать Какие-то движухи Движуху, да Ну, кстати говоря, вот мы даже самим клиентам советуем Компаниям-работодателям не вешать просто баннер Компания Икс, приходите к нам Потому что таких баннеров, ну, миллион Развешено на сайте, очень много Как студент выделит именно ваш Вот возможно организовать именно там, не знаю Во-первых, какой-то таргетированный надо всплеск делать Если вы ищете там узко специалисты Только на них делать, соответственно, объявления И во-вторых, какой-то интерактив Движуху, возможно конкурс Возможно там, не знаю Вообще какие-то комплексные решения То есть надо не только баннер Но и что будет такое-то мероприятие И какой-то совместный проект Очень большое количество компаний Вот мы открыты к всевозможным совместным проектам С работодателями Делать конкурсы, какие-то мероприятия совместные И оффлайн, и онлайн И как раз с целью привлечения студентов То есть студентов привлекаем в игровой форме Поучаствуй, поиграя в Counter-Strike Пройдя в первых уровней, попади на работу или в студию Ну да, потому что нет, надо, во-первых, что-то сделать Во-вторых, все-таки, на мой взгляд, те студенты, которые доходят на сегодняшние ярмарки вакансии Это уже все-таки не тот процент, наверное, студентов, который нужен вам Вам нужны продвинутые звезды, грубо говоря И они не так ищутся, не через ярмарки Ярмарки, мне кажется, звезды не ходят на ярмарки На ярмарки ходят, ну, основная серая масса, которые, наверное, пришли, ну, посмотрели А звезды лежат дома и свои неадекватные запросы А все, со звездами надо немножко, ну, по-другому Во-первых, звезды надо с первого курса их вылавливать Потому что они уже обычно где-то сразу видны Да, поэтому, ну, вот, если вы с пятого курса звезд, уже они где-то устроены все, конечно Да, вот можно по этому поводу тоже Мы работаем с британкой, с икрой, интерактивной коммуникацией в рекламе И с вордшопом И очень много студентов, допустим, с того же вордшопа Они трудоустраиваются во время своих экзаменов У них экзамены принимают сотрудники BBDO, в том числе Которые приходят, видят звезд и тут же их выцепляют То есть первая сессия, большинство студентов Талантливых, звездных, адекватных Они уже трудоустроены именно таким способом Британка, ну, это опять-таки, да, это студенты, наверное, не те О которых мы говорили до этого, то есть это не те люди, которые получают первое высшее образование Это люди, у которых уже есть какой-то минимальный опыт Но они понимают, что этого опыта им мало Что им недостаточно каких-то знаний Они идут доучиваться И вот этих людей нужно цеплять непосредственно в вузах Можно договариваться с вузами, чтобы приходить на экзамены Я точно так же хожу на зачеты и экзамены в вордшоп Просто для того, чтобы этих людей увидеть непосредственно там первый Можно ходить в Британку на их зачеты, на их дни открытых дверей И пока за работу у них постоянно происходят студенческие выставки Там этих людей тоже можно очень удачно уцеплять Точно так же с икрой Приходить, смотреть, звонить, спрашивать у кураторов, у преподавателей рекомендации Эти студенты, как ни странно, вот именно в этих вузах У них зарплатное ожидание гораздо ниже Потому что они понимают, они уже пришли в этот вуз для того, чтобы доучиться Они понимают, что им чего-то не хватает У них за этот счет зарплатное ожидание ниже И при этом есть четкое понимание того, что сейчас для них опыт получить гораздо важнее Чем получить зарплату Собственно, это как раз те люди, которые идут на серую зарплату Потому что для них получение опыта в крупной студии На каких-то интересных проектах с интересными клиентами гораздо важнее Сразу автоматически они ставят галочку, что я адекватен при приеме на работу Проверено себя понимают Проверено и адекватен Хорошо, мы поговорили о том, как искать И тогда пойдем к следующему этапу Поговорить о том, как учить и чему учить, как готовить студентов Спасибо, коллеги Когда мы пригласим следующих наших гостей У меня есть специальная шпагалка, где написано Я вижу уже улыбающегося Андрея Который представит нас РИК Развитие Я специально прочитаю Интерактивную коммуникацию И все время с этим словом у меня проблема И Андрей нам расскажет, наверное, что-то про то, как учить специалистов Как у тех самых студентов, которые ничего не умеют, но хотят или не хотят Как их научить, чтобы они стали людьми Начнем с тебя Сломавшего микрофона Ну, на самом деле у нас несколько направлений То есть мы развиваем, в принципе, рынок интернет-специалистов Ты расскажи, вот кратко совсем для тех, кто нас смотрит У нас миллионы смотрят сейчас в интернете Миллиарды, возможно, даже если Китай подключился Что такое РИК и чем вы занимаетесь? Развитие интерактивных коммуникаций Это обучающая программа, созданная компанией РБК-софт С большим количеством партнеров на базе Российского университета дружбы народов Сейчас у нас открыты такие направления, как управление проектами Пиар в интернете, маркетинг в социальных сетях и коммерция в интернете Ну, без ложной скромности могу сказать, что после первого выпуска 100% студентов, которые хотели трудоустроиться, были трудоустроены С этим проблем у них вообще не возникло То есть их забрали прямо на экзамене, можно сказать Компании-партнеры То есть те компании, которые мы постараемся сотрудничать со всеми компаниями интернет-рынка Всем реально нужны кадры Там каждый день огромное количество заявок Дайте нам людей, дайте нам людей А чему учат? То есть как вы готовите специалистов? К вам приходят люди сами, понимающие, что им нужно развиваться для того, чтобы найти себе хорошую работу? К нам приходят люди сами и к нам отправляют на учебу компании своих сотрудников Которые понимают, что, например, пришел человек на новую вакансию управления проектами Но до этого он работал в какой-то другой сфере И он не понимает, как управлять интернет-проектами Он не знает, вот перед ним стоит задача, например, разработка корпоративного сайта компании Он не знает, как эту задачу правильно выполнить И как ему правильно взаимодействовать с подрядчиками, со студией Какие есть нюансы Отправляют его к нам учиться После того, как он у нас отучился Соответственно, он становится уже более высококвалифицированным в своей области в любом случае Он умеет на практике делать те проекты, которые ему предстоит делать в своей компании А есть какие-то сведения о том, насколько сильно повышаются зарплатные требования у сотрудников После того, как он проходит обучение? Ну, по опыту первого выпуска у нас в основном были чисто B2B студенты То есть, мне сложно сказать, подняли ли им зарплату после этого или нет Но я думаю, они в какой-то степени попросили побольше Это был хороший заход, к сожалению, не удалось Смало того, что компания потратилась на их обучение, они еще отключились и стали просить Нет, ну просто, ну как сказать В любом случае, они получили некий практический опыт, который у них до этого, возможно, не было в той области, в которой мы их обучали И благодаря этому опыту они смогут развивать те направления в своей компании, которые им предстояло развивать дальше Гораздо лучше, чем они бы делали до этого момента А вот, кстати, тоже интересный момент Вот, я студия, отправил человека к вам учиться, а его еще на экзамене и перекупили Нет, нет, нет Эффективации у нас нет, потому что мы изначально, если отправляет студия, а не сам человек за себя платит Мы изначально обговариваем этот момент, что мы не будем его перекупать и не будем его ханить То есть, если человек приходит сам и говорит, знаете, вот я хочу поучиться, потом работу сменить Это абсолютно другая история Ну, если мы начнем сейчас вот всех, кого мы учим, переманивать из студии в студию, ну, это начнется бардак полный Биржа Кто больше? Этот адекватный Отлично, хорошо А каким образом вы определяете те программы, которым нужно учить? Откуда у вас возникает заказ на вакансии? Ну, на самом деле, по реалиям рынка Вот сейчас есть большая потребность, например, социалистов по сошел-медиамаркетингу То есть, компании, которые занимаются СММ, не могут найти толковых себе сотрудников Реально не могут найти И вот один из курсов, который сейчас у нас запускается, это как раз социал-медиамаркетинг А курсы разрабатывают кто и как? Откуда возникает заказ? Я понял, у вас есть студия, там, тот же самый РБК-софт, сам понимает, что ему необходимо А кто разрабатывает эти курсы, кто их проводит? Курсы разрабатываются совместно с партнерами По каждому из направлений, которые у нас идет курс, ну, будь то пиар в интернете, будь то маркетинг в социальных сетях, будь то управление проектами Ищется компания, которая является профессионалом в своей области, является, ну, лидирующей, наверное, компанией на этом рынке То есть, если управление проектами, это РБК-софт и компания АДВ, Леша Версианова, мы совместно делали управление проектами Там пиар в интернете совместно с агентством Гуров и партнеры Сошел медиа-маркетинг совместно с агентством социальной сети Дениса Терехова Потому что мы считаем, что его экспертиза одна из лучших на рынке И совместно с ним разрабатывается весь курс То есть, мы садимся, думаем, ага, что нужно студентам, чтобы когда он вышел после экзамена Он был уже, ну, может быть, не супер-пупер профессионалом Но он уже знал, что ему надо делать Он уже знал, как поступить в той или иной ситуации и что от него будут ждать То есть, все курсы разрабатываются совместно с партнерами исключительно Тогда коронный вопрос, а что со студентами, которые со студенческой скамьи обычного вуза Вот они выпускаются, а какие люди к вам приходят, таких людей к вам отправляют? Ну, на моем опыте, наверное, таких было два человека, которые окончили вуз и сказали Блин, а что же нам дальше делать? Скучно, надо еще поучиться Но таких очень мало, потому что большинство студентов не горят желанием учиться У них нет никакого желания, они хотят много денег сразу С теми знаниями, которые у них есть, без практического опыта То есть, вот все правильно сегодня говорили, это вот самая большая проблема А какой, в принципе, основной портрет человека, который приходит к вам учиться? Сколько у него примерно опыта в среднем? Опыта от трех лет минимум после студенческой скамьи То есть, неважно, работал ли он в студенческие годы, я не знаю Но я имею в виду, что после того, как он закончил вуз, где-то три года он проработал уже в разных компаниях Потом приходит к нам учиться Человек осучился там 5-6 лет, потом еще три года ходил где-то и потом понял, что ему ничего не научили Нет, потом он понял просто, что он, например, хочет сменить профиль работы То есть, он работал, например, в традиционном пиаре, но он понимает, что ему хочется ближе к интернету Ему все это тяготит его, и он идет, ну, ему не хватает знаний в любом случае Он не знает, какие есть технологии, он, точнее, он знает, какие есть технологии, но он не умеет пользоваться этими технологиями Он не умеет пользоваться механизмами различными, и он идет учиться А кого тут больше? Людей, которые хотят повысить свою квалификацию в текущем направлении, или которые хотят все-таки перековаться? Наверное, все-таки, которые хотят повысить квалификацию, потому что тех, которые хотят сменить сферу деятельности Их не так много, и они, на самом деле, очень редко куда-то идут учиться Они сначала пытаются сменить работу, а уже потом ищут А где бы нам поучиться, потому что понимают, что, да, или их уволят, или надо поучиться Работу-то я нашел, а как бы теперь на ней поработать? А что я дальше с ней делать? Как теперь оправдать те деньги, которые мне платят? Да, 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 нет, еще одна, на самом деле, из особенностей наших курсов У нас, наверное, ну да, наверное, 70% занятий – это практика То есть это мастер-классы, это практический разбор кейсов То есть теории минимум Теорию учат в вузах То есть теорию, которую мы там можем дать, мы ее даем Но в основном мы стараемся разбирать практические кейсы Потому что это, наверное, основа нормального обучения А вот как раз про обучение, чтобы продолжить тему Мы пригласим коллег из центра «Специалист», которые уже несколько раз упоминали И вас тоже допросим на предмет обучения Сейчас вам повесят микрофоны Так, теперь сюда сядут, да? Я ж пониже и постарше Уже дедовщина в центре «Специалист» Я постарше, мне стул повыше Это как было в фильме, я уже забыл, какой, где Джетлик говорил, что Мне надо денег больше, потому что я меньше И когда меня ранят, у меня рана больше, потому что я меньше Точно, точно Ну вот вопрос к специалисту Вы занимаетесь обучением Как много к вам приходят студентов? И откуда они приходят? Сами приходят, их присылают? Вот студентов только после вуза или еще в вузе учащихся? Ой, ну людей, во-первых, приходят Вы понимаете, какой у нас поток, да? Представляете, да? Можно? Небольшой социологический вопрос Скажите, пожалуйста, специалисту, да? Кто не слышал о нашем учебном центре? Здесь есть такие? Пара человек есть Пара человек есть А все-таки, да? Вот А кто сотрудничал с нашим центром? Кто сотрудничал? Примерно так же Я твою работу выполняю, между прочим Ну вот, вот ответ На самом деле у нас поток большущий То есть люди приходят, я не знаю, там от 15 лет до 75 Так, на всякий случай Это я про нашу интернет-технологику Должен себе разработчиком Мне 75 лет, я пришел, чтобы стать потом разработчиком Есть, есть, там для себя люди делают Абсолютно серьезно говорю Вот, и масса людей И студенты, и не студенты И так далее Но, как правило, опять же, понимаете Ситуация какая? У нас есть два типа курсов Чем мы, кстати, отличаемся от наших конкурентов Больших Других У нас, помимо То, на чем работают другие, там, такие, как Лони Там, Академия IT и так далее И так далее Они работают в основном с вендорами Microsoft, Oracle и так далее Естественно, с корпоративщиками, как это называется У нас же много авторских курсов Авторских курсов Потому что нигде вы Где еще можно там изучить То же самое HTML JavaScript, XML и так далее И так далее И так далее Все это стало Вот И вот здесь как раз Ситуация такая Что вот здесь как раз корпоративщиков Как мы называем Да, ну Очень мало В основном люди идут сами Вот студентов Как много студентов? Много Вот Примерно Какое процентное отношение? Студентов достаточно много Могу сказать У нас большой поток За счет комплексного, во-первых, обучения У нас, скажем так Большие маркетинговые каналы То есть обучение Это вебинары Те же самые Очное обучение Вот Ну, индивидуальное И для корпоративщиков Если брать студентов То это где-то примерно Ну 30% Есть 3% студентов А каким образом они к вам приходят? Студенты сами решают Что им нужно научиться чему-то Или их отправляют в студии Как-то по заказу Скажем так У нас в центре Специалисты Есть Своя служба Трудоустройства Вот Которая автоматически Отлавливает всех выпускников То есть Если смотреть К нам присылают Во-первых Самих студентов Да И Компании Но в основном Они, конечно же Приходят сами Сами для того Чтобы повысить свою квалификацию Потому что Повышая свою квалификацию Получая международный сертификат Они, соответственно Повышают Свои шансы На трудоустройство На работу И как одно Из преимуществ Мы вводим Для своих выпускников Это опять-таки Служба трудоустройства То есть Получается как Наш выпускник Он закончил курс обучения PHP Соответственно Он попадает В базу трудоустройства В нашу В нашу службу К нам обращается Тоже самый Корпоративный клиент Который обучался у нас Он говорит А подберите нам выпускников То есть Наиболее талантливых Наиболее Перспективных Мы берем Наших выпускников Спрашиваем Наших преподавателей Опять-таки Которые Непосредственно В прямом контакте Со студентами Идут Ну со слушателями Имеется ввиду И они могут Совершенно четко сказать Какой студент Звездочка Звезда Какой нет И из этих студентов Мы можем Совершенно четко Отобрать И отдать Клиенту Нашему корпоративному Специалисту Уже подготовленных Совершенно четко И предоставить Своеобразный транскрипт Клиенту С четкими Знаниями Теми Знаниями В какой области Данный специалист Силен То есть Мы такое сделать можем Но опять-таки Мы работаем С нашими выпускниками Как со стороны Корпоративщиков Как со стороны Физических клиентов Но опять-таки Были такие прецеденты Когда К нам обращались Сторонние компании Которые ранее Скажем так Не посылали К нам Специалистов На обучение Но Хотели у нас Вот как раз По веб направлению Хотели у нас Получить специалист Вот собственно говоря Наверное По этому поводу Как много веб студии С вами работает Так Ну Как вы знаете У нас Курсы PHP У нас четыре уровня Это пожалуй Единственный центр Наш Который готовит К сертификации Зенд Об этом поподробнее Игорь Наш ведущий Преподаватель Как раз По веб направлению Расскажет Соответственно Веб студиям Просто приходится С нами работать Потому что Кроме PHP Фактически Полной линейки Не готовит Никто И скажем так Существующая статистика У нас есть четыре уровня По последней линейке PHP По-моему Пять-три Если я не ошибаюсь Линейка Да Соответственно Студент Который проходит Линейку Этих курсов Первый, второй, третий Четвертый уровень Он гарантированно Практически На девяносто девять процентов Может сдать Сертификацию Зенд Если у него В резюме Стоит сертификация Зенд Компания Которая разработала PHP То соответственно Этот специалист Очень высоко ценится И он реально Может разрабатывать сайты По поводу занятий Я могу Передать слово Игорь Он может рассказать Вопрос Вопрос к студиям Просто Если к вам приходит Человек с сертификатом Зенда Говорит Я разработчик Сертифицированный Зендом Вам это что-то говорит? Ничего Среди Да Мало кто знает В отличие от микрософфа В отличие от микрософфа С сертификатов Да Поэтому тут Но главное Главное не это Главное не сертификаты Главное то Что мы на самом деле Даем Хорошие Теоретический Бэкграунд То есть Практика Понятно Они без практики То есть Есть лабораторная Работа Но все равно Не та практика Но За теорию Что называется Мы отвечаем Потому что Я смотрю Мы же мониторим Тех же конкурентов Есть люди Например Компания Называется у них Курс Веб-разработчик 40 академических часов За 40 академических часов Они им втюривают HTML CSS JavaScript SP PHP У нас Так На всякий случай Основа HTML 32 академических часа Это полностью Да Стандарт Это только первые два тега Так рассмотрится Расширенный Дальше HTML Еще 24 часа JavaScript Основа 16 Продвинутые 24 часа По PHP У нас На данный момент 4 уровня По 24 часа Это еще не предел Требует дальше Вот Понимаете Все дело Вот и посчитайте Кто сколько дает То есть Теоретически По XML 32 часа Современной технологии XML XLT У нас Полнейший курс Опять же Базы данных MySQL Сервер баз данных Популярные А курсов то нет Oracle делает свои курсы Microsoft делает свои курсы Кто по ним будет делать У нас есть курс Север баз данных MySQL 5 По-моему Я не знаю Боюсь соврать в стране Но в Москве По-моему Точно Единственный Полноценный 32 часовой курс Где все Там изучается Понимаете У нас вообще Полная линейка И к нам Люди Вот две недели назад Цикл курсов Я читал Группе из Казахстана Сейчас готовимся Вроде как Из Казани Принять Приезжают люди Ко мне из Германии Из Франции Из Кёльна Наверное Раз по букве К Понимаете В чем дело Да То есть Вот Так что Пожалуйста Мы Так сказать Мы открыты На самом деле Для всех Да И многие Еще чего Чего Боятся Знаете Как Приходят На курсе Уже потом Узнают Что на самом деле Им хотелось бы Вот из этого курса Вот об этом поговорить Из этого Об этом поговорить А денег Нашлось Только на один курс Надо было сказать Мы бы вам составили Из нескольких курсов Один А мы не знали А что не знать Вот Поэтому Если есть какие-то Предложения Пожалуйста Мы готовы Обсудить Понятно Где учиться Где приобретать Теоретические знания Где практически Если про тему Вот говорить Индивидуального обучения Но вот курса Как этот процесс У нас индивидуально Обучение Ваши курсы Они составлены Таким образом Что в них Эти врачи Среднеазии Подавали книжки С нагрузкой Это были книжки Связанные Бечочкой То есть Ну в советское время Было трудно Купить 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 Через Узбекский Язык Переводчик Отправлять Отправлять Человек Очень трудно Выбрать Какой курс На который Человек Можно Отправить Потому что Здесь Читают Четыре Часа Того Что Надо И здесь Еще Четыре Часа А все Остальное Ну Не надо Зарабатывать Все Все Это Подсчитаем Сделай Ради бога Индивидуальный подход Каждому Нам просто не бояться Нужно звонить Я тоже Наполню про наших У нас на выходе Студенты получают Помимо внутреннего Диплома Наших курсов Еще получая Сертификат Российского Университета Дружба Народов Помимо этого У нас есть Партнерская программа С Headhunter Которую мы Начинали в прошлом году Запускать Ну в этом году Она никому Из наших студентов Пока еще не понадобилась Ну то есть Есть такая история Что если вдруг Наш студент Не трудоустроен Он имеет возможность На одном из проектов Headhunter Получить там Красивое резюме И так далее То есть Это все у нас тоже есть Это вот к вопросам По поводу От индивидуального Обучения Насколько программы Можно между собой Тусовать В свое время Когда мы делали Новый сайт В сентябре 2010 года Запустился Мы сделали Специально так Чтобы люди Которые приходили На сайт Максимально могли Все на нем понять Соответственно Что мы делали У нас есть Так называемые Треки То есть Трек называется По специальности То есть Допустим Если PHP Взять тот же самый Там Веб-разработчик PHP То есть По этому названию По трек Называется По самой популярной Вакансии Трек составлен С учетом Максимальных требований На основе анализа Опять-таки Требований Работодателя С которыми Мы непосредственно Работаем Как вы не понимаете Потому что у нас Корпоративные клиенты Все эти треки Соответственно Составлены С этим Если возьмем Например Visual Studio Мы первыми Например Начали читать Полную линейку Курсов По Visual Studio 2010 Вот Если говорить Про Microsoft Что мы Можно сказать У нас есть Два трека Веб-разработчик Веб-девелопер То есть Из названия трека Сразу понятно Что человек Проходя там Курс 10 Там 267 10 264 267 И так далее Там Четыре курса Он Полностью Охватывает Уже Все Области То есть Он становится Веб-мастером Он разработает Веб-мастером А можно вопрос К студиям Веб-мастерам Нужны студиям Вот вопрос Вот Они не знают Что это такое У нас У нас Есть Это их Беда У нас Есть курс У нас есть курс Называется Веб-мастеринг Да С ним очень интересная история Приключилась Он Значит Курс Для тех Кто вообще Ничего не знает Обо всем По чуть-чуть То есть Там IP-адресация ДНС Как это там HTP-протокол Чуть-чуть Чуть-чуть Ну чтобы у человека Всего по чуть-чуть Да То есть По сути Санцелли службы поддержки Нет Нет Это Курс С которого Потом Идут на другие Курсы Уже развиваются Нет Человек понимает Как все работает Человек прошел Вот человек прошел Вот я про это и говорю У вас Не актуальный Немножечко вопрос Не куда он пойдет работать А куда он пойдет учиться На какой курс Это раздонный курс Это все понятно Я говорю В первую очередь Для студентов То есть У нас студент Прошел курс Он может дальше И уже не идти Никуда учиться Вы говорите С коммерческой точки зрения Прошу прощения Он получает Он получает Мы говорим С точки зрения Знания того Как вообще Все это функционирует И он может В принципе Ити тем Что называется Именно вебмастером Ну понятно То есть К вам студент приходит И все Дальше вы там Несколько лет Не отпускаете По разным курсам Его таскаете Можно резюнировать Я понимаю Что ты реально С вами договорился Людям нравится У нас есть люди У нас есть люди У которых История ведется Ко мне приходит человек Я всегда Просматриваю На каких курсах Был человек И смотришь Там так 20-30 Курсов Там вот Несколько лет Вот они ходят Я чтобы резюмировать Такую аналогию Приведу Что в РИК Приходит человек И говорит Я хочу быть специалистом По рисованию Верхней левой части баннера И он говорит Да вот все Сделали Пошел работать Рисует верхнюю левую часть Специалист Человек пришел Он вышел Знает все Знает основу Какой диверсионной деятельности В трех Врага Ну так что Наверняка Скажем так Вот я сейчас вопрос К аудитории Задам Наша компания работает Сочетает в себе Российские Американские принципы То есть Сама работа построена По американским стандартам У нас полностью Американская компания Со всеми отсюда Вытекающими Последствиями Но я имею ввиду Внутренний Я имею ввиду Внутренний процесс Работы просто По сотрудникам По всему прочему Есть у нас Российский стандарт Образования Есть у нас Американский стандарт Образования Если студии Хотят взять Студента Скажем специалист Они кого возьмут Студента Который Скажем так По американским стандартам Прошел И знает вот столько Или российского студента Скажем Который прошел И знает вот столько Но соответственно Имеет опыт работы Вот вопрос интересный Но это зависит же от того На какую специальность Он идет На какой участок Грубо говоря Если он узкий То американская система Более продуктивная А если его берут на развитие То более фундаментальные Вы сами на свой вопрос ответили Для Есть стоит Для широких специалистов Для настоящих мастеров Профи Для Любой У нас есть треки Для тех Которые хотят Точно обучиться Мы им подберем Специальную программу У нас есть менеджеры И даже более того Инновационность Нашего подхода Заключается в том Что у нас на сайте Четко прописаны Все цепочки курсов Если вот допустим Тот же Веб-мастеринг Взять От него идут Ответвления У нас на сайте Можно посмотреть Какие курсы Логически человек Может дальше пойти Мы предоставляем Возможность Мы его не заставляем Если человек хочет Он идет дальше Обучаться Мы на занятиях Ему объясняем Возможность Чего он может достичь Объясняем Эту возможность Основываясь На пожеланиях Наших корпоративных клиентов У меня тут возник Такой пример Интересный Сейчас вот Просто возник Например Как-то я летел В самолете Довольно долго Часов в 9 И справа от меня сидел Американский пилот Пилот Дельта А слева Наш российский пилот Аэрофото Так получилось Я посередине Я много всего интересного узнал Вот например Что российский пилот Он знает много всего Немножко по чуть-чуть И вот если он подлетит Какой-нибудь буря Он будет думать Сверху Снизу Сбоку Слева Справа Американский В чек-листе Написано Назад Вернуться И все Поэтому у них Самолеты Не падают Я Точат Хотел Какой-то Комментарий Мы все-таки Пришли Опять Потому Что Недопучение Вот Особенно Специалист То Что Базовое Собственно Всегда Можно Сделать Свою собственную Курс И для того Чтобы получить Своего сотрудника Нужно Его Самому Обучить Либо Самому Сделать Эту Программу И пусть Нам учат Те люди Которым Ты доверяешь Либо Самому Лично Сидишь И отмечаешь Можно Попробовать Сделать Да А вы Знаете Сколько Курс Сделать Времени Отнимает А время Это Деньги Правильно Вот так Курс Знаем Так Может Быть Сразу Тогда Готов Садится Что-то Делать И он Ничего Не Может Сделать Безусловно А где А зачем Такой Специалист А где Практику Можно Смотрите Какая-то Конфронтация Растает У нас Она Связана С чем Ваш Продукт Он Существует На рынке Довольно Давно А Воспользоваться Им Рынок Не Очень Может Ну Объективно Вот Я Перед Встречей Специально Не Поленился И Согласовал Позицию Свою Вообще В принципе По Каким-то Тонким Местам С руководителем Производства Своим И я В том Читая Задум Вопрос Ну А что Вот Например По Центру Специалист У нас Есть Какие Предпочтения Например По Баунке Мне Сказали Что Ну Это В общем Неплохо Конечно Когда У него Курсы Прошел Но Практической Пользы Для Нас Нет Это Завместить Давай То есть Вот Например Я Что Хорошего Могу Сказать Что Я Обнаружил Что Вы Единственные Кто По Тестированию Вообще По Моему Более Менее Внятный Курс С точки Зрения Написанных Пунктов Пока Еще Не Воспользовался Читает Ну То То Если Б Например Как То Можно Было Сопоставить Заказ И Продукт Который Предоставляет Мне А сейчас Получается Что Люди Которые К вам Приходят Они Занимаются В основном Самообразованием Они Не Самообразованием Занимаются Не Ну Подождите У любого Курса Даже Любой Курс Вот Тоже Макрософ Делает Свои Курсы Да У них Тоже Курс Теория Лабораторки Но Это Не Практика У У Много Ксмл В компании У меня Нет Ни Одного Человека Который Вот Пришел К нам С Курсов Ваших Хотя У вас Есть Такой Курс Понимаете А Он Просто Не Приходил К вам Или Он Приходит Который Он Пришел Бо Мы Бо Взяли А То есть Приходили Не Ну Людей Приходит Много Тоже Четырнадцать Вет Прошло Я У Ни Хороший Теоретический Бэкграунд Им Осталось Только Набить Руку Вы Просто Дом Ити Работает Так Не Получится Это Конечно Объяснять Они Получают До Сведения Знания Они Где-то Могут Работать Да Вот Например Мы Почему Ими Воспользоваться Не Можем Я Не Ну Вот Я Кстати Сейчас Вот Тоже Пока Считал Я Посчитал Сколько Что В общем Покупайте Книжки Довольно То есть Пройти Четыре Там Вот Этих Вот Уровня По Ипич Педа Такая Довольно Дорогая История И Проще Пройти Один А потом Человек Провести А потом Бросить Его В Бой Например Вот И Следующий Там Проводить Уже У нас Сейчас Ситуация Вебинары Читаем Когда Люди Удаленно Слушают Удаленно Слушают Мы Им Даем Скачать Эти Вебинары Они Потом Могут Посмотреть И Эти Вебинары Начали По Нашим Курсам Выкладывать На Торинт Так У меня Сейчас Человек Учится Который Очень Хорошо Четыре Этих Вебинара Скачал Он Посмотрел А потом Пришел И записался На Все Четыре Курса Ну Зачем Зачем Он Пришел Ему Было Интересно Еще Раз Утрясти Живую Просмотреть То что мы Обсуждаем Это не проблема Конкретного Центра Специалист Это проблема Образовательной Системы Которая У нас Существует Старая Вообще Потому что Она Готовит Людей Для чего Такого Чего Давно Нет Ну А работать Когда Вот Человек Говорит Я Не Зарабатываю Столько Чтобы Учиться А Если Я Буду Преподавать Наверное Тоже Какие У нас Возникла Новая Проблема Что Часть Не Зарабатывает Столько Чтобы Учиться Другие Не Зарабатывают Столько Чтобы Преподавать Довольно Трудно Вырвать Человека Из Компании Для Того Чтобы Он Преподавал Вот Например У Нас Человек Ведет Курс На Рике Вот И Он Под Станово На На Грани Увольнения Вот А Я Например Вот Собираюсь Там Прочитать Маленький Курс На Икре Но Очень Маленький Потому Что На Больше Я Времени Не Могу Найти Например Ну Я думаю Что Какой-то Вариант Более Менее Жизненный Это Например Когда На Базе Какого-то Существующего Образовательного Центра Где Есть Мощности И Залы Класс И Какие-то Технологические Инструменты Создавать Курсы Совместно С Практиками То есть Мы Готовы С Компанией Выделить Людей Которые Помогут Курс Составить Помогут Определить Например С чего Он должен Состоять Что Актуально Что Неактуально На Что Акцентировать Внимание Мы Можем Этих Людей Давать На Мастер Классы Чтобы Они Читали Раз В Неделю Два На Курсе На Чем Делать Акценты И Чему Собственно Учите Как Этот Курс Выглядит То есть Мы Здесь Например Как Итоговый Потребитель Например Кадров Готовы Помочь С Знаниями И поделиться Ими Для того Чтобы Другая Компания Составила Курс Образовательный И Его Проводил Потому Что Это Не Наш Немножко Бизнес Можно У У Вы Обращались Есть Профессиональные Преподаватели Да Есть Люди С Рынка Которые Проводят Мастер Класс Мне Кажется Это Вот Так Я Должна Просто Есть Может Быть Идеальная Не Идеальная Но Какая Это Рабочая Модель Когда Есть Человек Который Дает Фундаментальные Знания Рассказывает Про Вот Эти Все Стандарты Спецификации Про Структуру Там Например Если Мы Говорим Про Программирование А В Курс Вставлены Мастер Классы Практиков Которые Соответственно За Короткий Примужинок Времени Пытаются Свой Опыт Передать Это Мне Кажется Какой То Формат Который Более Менее На Рынке В разных Видах Есть И Он Неплохой Например Вот Та же Экра Она Чем Хороша Тем Что Много Очень Народу Из Тестирование Как раз Говорим То Что Мы Их Читаем Вот Существующая Действительность Такова Что Наши Преподаватели Это Не Теоретики Это Практики Например Курсы Тестирования Считают Ведущие Специалисты Крыс Компании Крок К примеру Соответственно Соответственно В общем-то Это Неплохая Компания Просто Смотрите У нас Немножко Другая История С тестированием Чем Компания Крок Я говорю Другой Я говорю Про То Что Наши Преподаватели Я Честно Говорю Что Человек Который Работает Как-то Успешно Продуктивно В какой-то Компании Найдет Время На то Чтобы Профессионально Постоянно Преподавать Это Нереально Остановим Один момент У нас Просто Очень Многие Преподаватели Мы Пытаемся Вырвать На мастер Класс Но Преподаватели Это В кавычках Это Действительно Топ-менеджеры Компаний И у нас Иногда Уходят Месяцы Чтобы Пригласить Их Чтобы Они Выделили Наконец Время Пришли И прочитали Мастер Класс Который Реально Поможет Нашим Студентам Дальше В своей Работе Это Действительно Большая Проблема Но Мы С Пытаемся Возникают Такие Ассоциации Как Это Назвать Рик Это Что В общем Такие Агрегаты Вроде Рика Где Сами Студии Учат Своих Студентов При этом Все Прекрасно Понимают Что Нужны Преподаватели Которые Дают Теорию И Нужны Практики Которые Будут Как Теорию Применять Здесь Еще Есть Поле Куда Нужно Развиваться И Работать Для Того Чтобы Сейчас Мы Перейдем К Небольшому Заключению У нас Планируется Так Что В конце Должен Было Выступить Тот От Раека Закон Сколько Мы С тобой Оба Можем Выступать От Раека Мы Наверное Вместе И Выступим От Раека Я Как Представитель Комиссии По Веб Разработке Ты Как Кто Главный Аналитик Раека Главный Аналитик Раека Как Мы Видим Прошедшее Мероприятие Прошедшее Практически Заканчивается Нам Показало Что Проблемы Есть Людей Не хватает Люди Неадекватные Где их Искать Не совсем Понятно Есть люди Которые Где найти Этих Студентов Есть Агентства Которые Знают Как До них Достучаться Есть Студии Которые Этих Студентов Ищут Они Пытаются Их Учить Им Понятно Что Возможно Имеет Смысл Объединяться И с агентствами И вместе В этом направлении Работать Но теперь Мы Выявили Наверное Еще одну Важную Проблему Это Образование Подготовка Развития Специалистов Молодых Специалистов Как мы Видим Сейчас Большинство Студий Хотят Набирать Уже Готовых Специалистов При этом Студентов Взять Довольно Тяжело Поэтому Нужно Нам Следующее Мероприятие Посвятить Образованию И тому Как Как Готовить Целостнее Закончить Наверное Я бы хотел Пригласить Сюда Представители Аира И ассоциации Интерактивных Агентств Евгения И Дмитрия Для того Чтобы они Своё Мнение По результатам Того Что они Услышали И прочитали В ноутбуках Трансляции Твиттер Ленты Как-то Тоже Резюмировали Пока Коллеги Одевают Пиртички Я вспомнил Одну Историю У меня Руководитель Одного Портала Известного Рассказывал Что он Как-то Рискнул Взять Молодого Специалиста На работу Понимал Что он Какие-то У человека Завышенные Требования Он не Может Дать Столько Сколько Он Хочет Я Рискну Я Отслеживал Человек Работал Месяц Два Я Следил Он Во-первых Человек Не убирал С Хэдхантера Своё Резюме Продолжая Работать И Через Какие-то Три месяца Несколько Завышенные Требования Так Они Начали Как-то Увеличиваться Автоматическим Это Надо Сделать Там Должна Быть Кнопка Да Я Получаю Опыт Хорошая Тема Заборная Поднимай Ты заплачешь У нас Хорошая Дороговато Пока Думаешь Уже Сто Трениц Это Нехорошая Модель Как Групповые Покупки Групповой Найм Групповой Найм И вот Как делает Тот же самый Группон Когда В течение Одного дня Стоит Предложение Сегодня Директор Маркетин У них По 120 По 110 Жалко Что клиенты Обычно В обратную Сторон Проводят Тендеры Снижения Я думаю Что Если Вы В студии Понимаете Свою Проблему И Видишь Что Дарговый Состав Дарожает Проблемы Есть Дорога Что Клиенты Примали А то Процессы Обратны Клиенты Становятся Все Больше Клиенты Все Те же Поэтому Они Иногда Друг Начинают Думать Что У нас Такая Конференция Снижается Но При Этому В общем Донаправленные Процессы Как раз А то я Хотел Сказать Что В данном Случай Одна Из Таких Конференций В том Час Мне кажется Здорово Что Она Имела Место Быть Может Объяснить Нашим Зрителям Среди Наверняка Есть Клиенты О том Что Процесс Действительно Происходит В сторону Увеличения Себестоимости Производства Мы видим Что Основной Наш Производящий Ресурс Это кадры Начинает В качественном Варианте Стоит Дороже И я думаю Что Когда мы Все это Понимаем И все Видим Проще Будет Многим Из студии Объяснять Почему Стоимость Возрастает Почему Из года В год Помимо того Что Меняются Налоги Для тех Кто платит Всю зарплату Белую Мы Давно Этим Занимаемся Для нас Изменение Налогового Подхода Достаточно Сильно Влияет На Конечные Финальные Стоимости Для клиента Здорово Что Мы Думаем На этом Здорово Что Мы Пытаемся Оптимизировать Процесс Тем не менее Они такие Какие Они есть Для большинства Тех Кто В рынке Я думаю Процесс Удорожания Стоимость Одного Часа Дня Месяца Это позитивный Результат Поэтому Как Генеральные Директора И владельцы Можем Сколько угодно Расстраиваться Но в целом Это процесс Позитивный Обоснованный Рост Тем не менее Те кто В рынке Понимают Что они Стоят дороже Наверное Должны Радоваться Так что С этим Я их Поздравляю А то Что касается Клиентов Я думаю Что им Надо понять Что Рынок Такой Как он Есть Он Достаточно Сильно Дорожает И Отнестись С пониманием Тем стоимости Тем ценам Которые Есть На этом Рынке Среди Компаний Которые Действительно Делают Это Качественно Своими руками С помощью Специалистов В штате Я думаю Что В данном Случае Как Представитель Ассоциации Интерактивных Агентств Я свое мнение Вырыз Поэтому Вопрос Отлично Мнение Ассоциации Интернет-разработчиков Как мы все Понимаем Проблема Есть Она Достаточно Большая И ее Необходимо решать То есть Есть некие пути По каким можно пойти Для решения Эти проблемы То есть Это Обучение Как было Разручно Поэтому Есть Центр Специалист Который Предлагает Массу Программ Но не все Из них Востребованы То есть Необходимо Их как-то Коррелировать И Постраивать Им Подрыв Поэтому Я предлагаю В этом Направлении Единицы И вот Услышить Разработчиков Что они хотят Как получить И от заказчиков Непосредственно Кадров Вот Второй вопрос Это Регионы Алексей тоже Озвучил Что Поиск И вот Почат Они Работают С Тремя Региональными Площадками Поиск Кадров Регионов Потому что В регионах Кадры Развиваются Развиваются Самостоятельно Вот У нас Допустим От Ассоциации У нас Есть Два Участника Которые Представляют Ульяновск Они там Самостоятельно Открыли Свой Центр Обучения То есть На базе Существующего И они получают Очень хорошую Поддержку Даже От Министерства Потому что Все В этом Заинтересованы Регион Растет Развивается И Это направление Тоже Очень Очень Министерство Областного Смысле Или Министерство Областного Информатизации Так Называется Ну вот Они нам Звонили Тоже Мы общались По этому Вопросу Нужны ли Какие-то Средства Как Что-то Помощь Какая-то Ну вот Соответственно По Аиру Да Я сам Могу Сказать Что У нас Практически Каждая Студия Сотрудничает Там есть Достаточно Квалифицированные Кадры Которые Обеспечивают Потребности Студии Вот И Вот На данный Момент Существует Очень Много Внутренних Там Систем Управления Да С помощью Которых Можно Эти Работы Фильтровать Да То есть Контролировать Качество Исполнения Этих Работ И Этим Людям Уже Необязательно Приезжать Прямо В Москву Все Здесь Оставаться И работать Можно Также Исполнять Работу На аутсорсе Соответственно Мы Как Ассоциация Да Наше Мнение Это Обучение Здесь В Москве То есть Развитие Экцентров И Составление Предложений Для Рынка И Развитие Регионов Отлично Региональное Развитие И Обучение Давайте Всех Научим И отправим Жить В регионы Хороший Вряд Татья Прокомментировал Что Это Идеал Еще И Учить За Заработаем На этом Коллеги Спасибо Что Вы Пришли Надеюсь Что Получилось Интересно И Надеюсь Тем Кто Нас Смотрели И Писали В Твиттер Всякие Разности Мы Еще Посмотрим На Результаты Того Что Будет В Комментариях Записи Которые Мы Выложим Ну А Мы Уйдем Думать Про Следующий Круглый Стол Который Будет Посвящен Обучению Образованию Удержанию Кадров То есть Как Правильно Пристегивать Кандалами К столам Чтобы Не убегали Куда Как Свою Студию Заманивать Спасибо Спасибо